Субтитры делал DimaTorzok Так, у нас сегодня система Вот такая Передаркировка составляющих операторов Наша цель, из которой мы Эту достаточно абстрактную Тему просмотрим Она относится к теории поля Таково, что Представим, как мы сегодня познакомимся Как вычислять аномальные размерности Составных операторов Мы на следующем сегменте Вычислим аномальные размерности Операторов Твиста-2 Как вам говорили На лекции Что эти операторы играют важную роль В операторном разложении Глубоко-некругового рассеяния И фактически определяют Поведение Поведение структурных функций В зависимости от у квадрата То есть Сейчас мы что пытаемся сделать Мы немножко с другой стороны Пытаемся понять Как структурные функции Зависит от ку-квадрата Раньше мы это делали С помощью уравнения дегла А сейчас будем Со стороны операторного разложения Тем же самым заниматься Сегодня у нас некая В большей степени Абстрактная тема Мы просто посмотрим Как перенормировать операторы Познакомиться с тем, что такое Операторное смешивание И заодно И заодно Поговорим О таких полезных вещах Как Перенормированная масса Кварков В теории возмущения ВВХД И Перенормировка Сохраняющихся токов Первая задача Будет выглядеть так Я сейчас ее сформулировал А потом Немножко такую преамбулу сделаю Чтобы вы Вспомнили Что у вас было На лекциях Первая задача Вычесалось В количестве Получить Анообальные Размерности Нормальные Размерности Нормальные Вот таких Двух операторов КХД У нас на гранжам КХД Мы хотим для этого гранжам Посмотреть Анообальные Размерности Для Это оператор 0,1 и максимум. Вот такой оператор. Си с чертой Пси. Мы рассматриваем пока что Лагранжиан КХД безмассовый. То есть у нас квадратов нет. И рассмотрим вот такую операцию. Нормально-впорядочное произведение Пси с чертой Пси. То есть в массивном Лагранжиане этот оператор отличал массовым членом. То есть перед ним стояла минус массов квадратов. И второй оператор, который тоже нам доставил некое поучительное соображение. Это оператор ТОП с чертой ГМПСи. То есть для двух таких операторов мы найдем аномальную размерность. Давайте немножко вспомним, как вообще мы их вычисляем. То есть если у нас есть некоторый оператор У, составленный из различных полей, взятых в одной и той же пространственно-временной точке Х. Вот у нас есть такой оператор. Ну вот, например, Пси с чертой от Х в сервис. Это все локальные операторы. Они в одной и той же точке дресса. Вот. Тогда мы можем с помощью этого оператора инициировать такую процедуру перенормировки этого оператора. Что имеется в виду? Ну вот, с каждым оператором мы можем связать некую функцию Грина. То есть оператор – это достаточно абстрактная вещь. Функция Грина – это уже что-то более конкретное. Мы знаем сами, что по функциям Грина можно восстанавливать амплитуды различных процессов. То есть функция Грина – это достаточно общая. А функции Грина мы уже можем вычислять по теории возмущения. То есть находить к ним поправки какие-то. То есть у нас есть Боргенское выражение для функции Грина, есть поправки, которые возникают в нашей конкретной теории, в данном случае, ГФТ. Поэтому мы можем делать все то же самое, что мы раньше делали для обычных полей, которые входили у нас в Гронжан. То есть для полей кварков, глионов, духов. То есть процедуру перенормировки крования. То есть у нас голый оператор. Мы можем представлять констант из перенормировки этого оператора. Который зависит от неких параметров. У меня параметры МИН. Обычно мы называли точкой перенормировки. Этот параметр связан с так называемым условием перенормировки. То есть где-то в какой-то кинематической точке мы должны зафиксировать значение нашей функции Грина. Сказать, что она равна там утром. Например, это будет привязка на каком-то энергетическом масштабе этой функции Грина с какой-то амплитудой. Эту амплитуду мы находим, скажем, из эксперимента. Лямда это некий регуляризатор расходимости. Но обычно мы с вами работаем стандартно в размерности регуляризации. То есть у нас расходимости появляются как полис единицы на епсилон. Если бы мы, скажем, работали в обрезании по импульсу, то лямда это был бы большой и флировский импульс, до которого мы их интегрировали в перелевых интеграммах. То есть в общем случае какой-то регуляризатор. И перенормированный трактор, который тоже мы ассоциируем с некой функцией Грина, перенормированной функцией Грина. И эта перенормированная функция Грина вам уже конечная. Это конечная величина, в которой никаких расходимости нет. И на эту величину у нас есть некое условие перенормировки. То есть мы знаем, как выглядит функция Грина, построенная по импульсу оператора, в некой кинематической точке с параметром n. То есть у нас есть какое-то соотношение, есть обычные условия перенормировки. То есть условие перенормировки, оно в каждом случае будет по-своему выглядеть, для разных операций, по-разному. То есть мы его в каждом случае будем каким-то образом конкретизировать. Но факт состоит в том, что условия перенормировки вам делают первоначально расходящиеся обычные величины, связанные с функциями Грина этого оператора, делают их конечными. То есть в процессе вот этого перенормирования вы вычитаете ваши бесконечности, возникающие в этих интегралах, с помощью контрчленов. Дельта-по. Вот эти контрчлены, по определению, они у вас вводятся в перенормированную теорию возмущения, связанные с вашим Лагранджианом, и вы вводите туда руками некоторые константы, таким образом, чтобы сократить расходимости, возникающие в различных порядках теории возмущения, для вашей функции Грина поставлены по тому или иному оператору. Ну вот давайте абстрактную, по костюму, поясним в примере первого оператора O1, а дальше уже, наверное, если мы будем вычислять что-то, да? Нормальная размерность по определению, да? Это есть величина, связанная с вот этим контрчленом, или с вот этой константой, что почти то же самое, да, с константой перенормировки. Т.е. это есть логарифм z под d логарифм 0. И чем интересны вот эти величины? Они входят в уравнение Калома-Семанчика на ребенку полную эволюцию операторов. Вот мы в следующей задаче посмотрим, как это ребенок полной эволюции у нас происходит, да? Вот эти аномальные размерности, они играют важную роль, да? Они играют важную роль в том, как у нас изменяется матричный элемент, или функция Грина, связанная с нашим оператором, при переходе от одного масштаба перенормировки к другому масштабу перенормировки, да? По определению нагрузения. Значит, что мы умеем делать? В теории возмущения мы можем вот эту величину вычислять, ее находить. Эта величина, она будет связана с нашим контурчленом, да? Он примерно следующим образом. Я напишу сначала общую формулу, потом мы ее будем демонстрировать на вот этих конкретных примерах. Вот если у вас есть некий оператор, порядок оператор O, у которого, в общем случае, несколько фермионных концов, да? Скажу, M фермионных полей в него входит, и в КХТ у нас еще глионные поля, да? И мы предполагаем, что в процессе перенормировки у нас нет смешивания, то есть смешивания операторов нет. Нет смешивания. Что это значит? Вот если так, в простом литературном языке. Это значит, что вот у вас есть некая функция Грина, связанная с этим оператором, да? Есть у нее борновская структура в этой функции Грина, да? То есть вы ее считаете в борновском приближении по функции Грина, получаете какое-то выражение. Дальше начинайте навешивать традиционные поправки, да? То есть фактически смотреть перенормированную эту величину. И видите, что... Вот вы посчитали какую-то диаграмму, да? Вот так вот скажем, да? И увидели, что раз у вас эта диаграмма оказалась пропорциональна борновской функции Грина. То есть воспроизвелась та же самая борновская структура, да? То есть в процессе наличивания радиационных поправок у вас возникает просто некий мультипликативный множитель, да? Ну, расходящийся в любом случае, на борновскую структуру. Вот если это так, то и говорю, что у нас нет операторного смещения. Если мы в процессе перенормировки получаем для перенормированной функции Грины, получаем, связанной с этим оператором, получаем некое выражение на борновскую структуру одного оператора, то тогда говорят, что у вас есть операторное смешивание между этим несколькими операторами, которые у вас возникают в процессе перенормировки, то говорят, что есть операторное смешивание, да? И тогда у вас вот это Z, уже становится не просто числом, а становится некой матрицей, да? То есть здесь у вас будет столбец тех операторов, которые друг через друга в процессе перенармировки выражаются, есть иголок оперативного, здесь перенармированный, тогда есть матрица, и гамма это будет уже тогда матрица, определение то же самое, но это уже будет матрица. Так вот, в случае смешивания мы в последней из задачки сегодня встретим, или задачу еще, кстати, но в третьей задачке у нас будет пример смешивания. И что мы хотим? Мы хотим вычислить 1-петлевую аномальную размерность, связанную с каким-то оператором, у которого m фермионных и k бионных концов, и предполагаем, что у нас нет смешивания. Тогда выражение для нее будет не такое. Например, z это локализм μ, которая увеличена, а вот этот z превратится в минус дельта от O, плюс m по половому дельта 2, дельта 2 это контрчлен отвечающей кварковой вершине, да? m это не масса, это число, число фермионных линий, плюс k по половому дельта, число глионных линий, да? У нас их 100 штук, k и дельта 3 это контрчлен, для дельтармировки каждой глионной линии, да? Т.е. на дельтармировке у вас вот такая формула будет, да? А мы сейчас убедимся, т.е. мы прямо получим эту формулу для конкретных двух случаев. Понятно, что здесь написано? Т.е. вот этот дельтар O по определению. По определению это что такое? Это есть контрчлен, который вы добавляете руками в вашу перенормированную теорию возмущения с той целью, чтобы выполнить вскоре перенормировки на вашу функцию грима. Т.е. его нет, если вы рассматриваете какой-то произвольный оператор, то в общем случае такого контрчленного слагаемого нет в вашем выгрыжании, поэтому вы его добавляете руками, да? Т.е. он определяется именно таким вот образом. Т.е. он в себе несет всю информацию о расходимости светлых функций грима оператора. То есть это вообще не бета-функции как бы такое? Т.е. ну конечно, да. Вот мы сейчас увидим, что ту бета-функцию, которую мы с вами считали раньше, по сути это и есть аномальная размерность некоторых операторов, которые у нас в лагранжан прямо входят. А именно тех операторов, которые у нас входят перед константой связи. У нас есть члены лагранжани, которые пропорциональны g и g2, да? Вот если мы будем считать аномальные размерности вот этих операторов, которые входят перед константой связи с коэффициентами, то мы можем получать фактически бета-функцию. Т.е. наша аномальная размерность это некая общающая конструкция для бета-функции. Но мы можем смотреть и аномальные размерности для тех операторов, которые у нас в лагранжанике входят, да? Они будут описывать, эта величина, аномальный размерность будет описывать тогда вам перенармировку соответствующих функций грима, связанных с этими операторами. Кстати, вам в качестве домашнего задания, следующее не надо прочитать, естественно, параграф 18.1 и 18.2, да? Там фактически написано вот то, чем мы будем сейчас заниматься. 18.1 это вот наша первая задача, 18.2 это некий пример смешивания. Это наша третья задача, которую мы сегодня будем делать. Некий пример смешивания, который вам понадобится в следующем году. Нам в этом году не нужен, а в следующем году на слабых взаимодействиях он вам пригодится. Так что прочитайте на будущее. Значит, мы стартуем с нашего оператора O1, да? Вот давайте, что мы делаем? Чтобы понять, что происходит с этим оператором при перенармировке, нам нужно построить фактически функцию грима какую-то, понимаю, да? Вот давайте построим функцию грима. Гамма. Она у меня будет зависеть от K1, K2 и K2. Вот смотрите, как я ее строю. То есть я беру мой оператор O1, И строю некую функцию грима, связанную с этим оператором, да? То есть, смотрю, T произведения, Средняя лапова оккума взаимодействующей теории. Здесь все операторы, это гейсенбергерские операторы. Гейсенбергерские операторы, гейсенбергерские операторы. Это вакуум взаимодействующей теории. И чтобы у меня получилось некое напоминаемое величино, Я должен еще два оператора сюда вставить. Внешних операторов. Которые у меня в сам мой O1 не входят, да? Но чтобы они были вместе, дали какую-то ненужную величину, правильно? Потому что брать просто средняя по вакууму, от этого плохо. То есть, нормальное произведение стоит. Средняя по вакууму, от этого уже равно нет. То есть, можно еще сюда вставить два карта, отвечающих внешним концам, да? Внешним концам. Вот откуда вот эти вот куски возникают, да? Всяхи личности. Я как раз свои функции глина, с которыми Коксус шлемен связан, должен еще прилисовывать внешние операторы, чтобы получалось винулевое обакуумное среднее. То есть, я, например, здесь напишу Пси с чертой О1, здесь напишу вот эта точка у меня Х1, вот точка Х2, то есть, напишу Пси с чертой О2, да? Вот такая величина. От нее уже вакуумное среднее не нулевое, согласны? То есть, я в гормонском приближении считаю вот это, вот это произведение, то есть, здесь уже вакуум обычного взаимодействующей теории, а все поля у меня в представлении взаимодействия для гормонского члена, да? То у меня будет такое испаривание, такое испаривание, это просто у нас два пропагатора, правильно? На эти два пропагатора удобно поделить, чтобы они не болтались у нас по пути, да? То есть, пропагатор вот этот у меня так выглядит. Это есть И делить на свой импульс, да? Отвечающий его. Давайте вот так сделаем. У нас здесь входят три точки Х1, Х2 и Х, да? Давайте, поскольку у нас правила Феймана в импульсном пространстве формулированы, перейдем к преобразованию Фурия, да? То есть, у нас многое d4x1, d4x2, d4x. Я здесь экспонент напишу. Ой, что-то не место у нас не хотел, давайте запишу вот так вот. d4x1, d4x2, d4x умножить на экспонент. А на экспоненте у меня стоит следующее. d4x2, да? Сюда входит импульс К. Импульс К входит, здесь импульс К1 выходит, К2 входит, да? То есть, каждый пространственный точка Я связал мне импульс, да? Не импульс, просто написав преобразование Фурия. То есть, если я в степени К1 у меня выходит, поэтому плюс К1, x1, да? К2 входит, то есть, минус И в К2, x2, и К обходит минус И в К на x, да? То есть, делал по точкам вот этим, делал преобразование Фурия, да? Вот если я это сделал, то теперь у меня уже здесь будут возникать обычные пропагаторы, да? Обычный пропагатор. На него удобно поделить, на этот пропагатор. Поделить. То есть, написать, если здесь возникает x1, да? То есть, это 1 плюс К1. То есть, написать минус И, минус И на крайний со шляпой. В конце что такое? Это просто обратный пропагатор. Обратный пропагатор, да? Написано здесь. А с вот этого справедлива у меня возникнут пропагаторы с К2, да? Вот я на него поделил, где специально заготовил все эти места здесь. То есть, будет минус И на К2. Это обратный пропагатор, который буквально отличает, да? На них поделить для чего? Чтобы у меня все выражение гаммы было неким числом. Не матрицы, да? Кому поставить как матрицу? Ничего страшного. Не могу. Функция Грина матрицы, да? Тогда в Борне, чему эта величина Романа? Значит, в Борне мы должны что сделать? У нас экспонента, который здесь стоит и переводит диземберговское представление. Здесь, если мы переходим от диземберговского представления, к представлению взаимодействия, обычному представлению нашей теории вооружения. Появляются экспоненты здесь, правильно? Это помните? Экспоненты с нашим Лаканжаном. Значит, сборной ее нет. Здесь вакуум обычный. Взаимодействующая теория. Здесь все операторы в представлении взаимодействия. Тогда чему Борне выражение Романа? Это функция Грина, связанная с оператором О1. Что получится? В смысле, если мы этот интегрор на что-нибудь считаете? Если вы это вакуумное среднее, посчитаете в Борнецком приближении. Что делать? В Батиореме Вико считаемых, вот это произведение. Здесь стоят простые операторы в представлении взаимодействия. Вот у вас один пропагатор, да, возник. Вот такого спаривания у вас здесь нет, правильно? Такого спаривания. Вам придется вот эти спаривать, а эти уже нормальные, упорядоченные. То есть у вас только одно спаривание есть, которое я здесь рисовал. Это с этим, а это с этим, да? То есть от Т произведения у вас тогда, с учетом этих обратных пропагаторов, что останется? Ну, два пропагатора возьми, то есть я их поделил. На этот пропагатор поделил, правильно, вниз сюда, справа, писал обратно. На этот пропагатор поделил, что осталось? Ну, смелее. Дельта функция должна быть. Ну, конечно, отсюда просто единичка осталась, она экспонентом дала дельта функцию, да? То есть здесь всегда будет двадцать четвертой, ну, если я по всем точкам взял при образовании фурьета, будет просто закон сохранения, да? То есть двадцать четвертой дельта функции k1, минус k2, минус k2, да? И на некоторое выражение я его буду обозначать точно так же, как функция k1, только с чертой. То есть черта обозначает, что я добью четвертую только функцию выявил, да? k1, k1, k2 и k, да? Тогда в борденском приближении вот этого вот гамма с чертой чему будет равно? Кирилл? 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 Я бы уйду. Куда? 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 Как сложно понимаешь, что ты плоско понимаешь? Ну, нет, мы не понимаем и просто по каждой Ну, вот это все ушло, правильно? Вы-то дал пропагатор, вы на них поделили? Ну да А часто... Экспонент отдал доземую функцию Экспонент отдал доземую функцию, а что это в единице есть? Единица просто, обычная единица в сборне Сюда здесь k1, k2 и k Это не просто x за лунцу То есть, мы на все ненужное поделили, да? Если эту функцию выделили, тогда вот эта функция грязная с чертой, она вот наиболее просто выглядит Это просто число, как правило, да? Обычное число Я не думаю, что это настолько очевидно Вроде бы так Вот так Вот так Понятно? Это понятно, да? Хорошо Давайте двигаться дальше Это было Борганское выражение Нам нужно, в общем случае, написать общее выражение для вот этой функции грин, да? То есть здесь, когда я оператор Гезенбергенского, везде и будут возникать поправки, правильно? Из экспонента Здесь возникает экспонент, который в переходе от гезенбергенских операторов к операторам представления взаимодействия, да? Я тут экспонент его раскладываю, и возникают поправки к функции грин Но из поправки прямо везде, что это можно рисовать, как графики в правилах фирма Вот у нас, обратите внимание, как вот эта функция грин будет перенормироваться, вот это выражение, как будет для него выглядеть Мы, кроме нашего оператора, мы ввели еще и вынуждены перевести, чтобы рассматривались какие-то осмысленные выражения, да? Типа числа, там, или... Ну, и чтобы у нас, значит, функция грин была как-то число, наблюдаемое, да? И величина, которую по счету можно, а не просто абстрактным оператором Мы были вынуждены ввести еще два дополнительных порта, да? Это значит, что наша функция грин голая, да? Как она будет связана с перенормированной функцией грин? Это голая, перенормированная Вот у нас есть константы z, которые возникают оператором, правильно? Здесь есть оператор, здесь два уличника позже То есть есть оператор, операторная константа z, да? И для двух внешних полей у нас возникнет у чему? По какой величине? На каждое поле переходят голо, перенормированное умножается на что? Пси на что умножается? Угу? На что умножается Пси? У нас Пси голое, равно Пси перенормированное умножить на z2 По определению z2, да? Пси не одна, вторая По форме из z2 на каждое поле Пси Это помните или нет? Ну да Тогда у нас получается, что здесь будет z2, да? По корню на каждое поле Пси У нас их два дополнительных Мы еще на два конца перели еще вот так, да? То есть в квадрате будет, правильно? В квадрате То есть вот такая величина От чего вот эти величины зависят все, да? Если чуть более подробно расписать, то у нас гамма с чертой Она зависит от ваших импульсов, да? Которых мы любили, ну, для агрантов в один, скажем То есть у нас 1, 2к, да? Дальше, когда у нас действует голая функция Грина То при вычислении поправок у нас будет возникать, во-первых, наша константа связи, правильно? Голая константа связи, раз здесь голая величина, раз здесь голая Ну и расходимости все, которые мы параметризуем в какой-то регуляризации Возмерностной регуляризации, обрезания больших импульсов и так далее А справа, справа, у нас возникают наши константы перенормировки, да? Они зависят от точки перенормировки, где мы будем ставить условия перенормировки, как мы его еще не написали, да? И регулизатор, да? Ну, их же 2 точно так, мин, гамма И перенормированная функция, гамма с чертой перенормированная Она тоже зависит от регулизов, когда делали, как вам так, да? Но теперь она уже вычисляется перенормированной Вот эту величину мы умеем вычислять, да? Для нее именно мы и пишем ряд теорий возмущения То есть, здесь, это перенормированная теория возмущения, поэтому здесь будет стоять ж перенормированная, да? А регуляризатора уже не будет Вся расходимость поглотилась нашми вновителями, да? То есть, осталась только зависимость от точки перенормировки, от μ А в зависимости от точки перенормировки, она нам диктуется условия перенормировки То есть мы должны поставить некое условие перенормировки. То есть мы вычисляем эту штуку в различных порядках теории возмещений, вот мы на битлевом приближении будем считать, да, и в каждом порядке мы должны подстроить контрчлен так, чтобы выполнить условие перенормировки. Ну вот у нас уже вершинного типа такие функции возникали, и там мы ставили, например, такое условие, что гамма перенормированная в какой точке? К1 в квадрате равно минус в квадрате, К2 в квадрате равно минус в квадрате, короче, гамма при К1 в квадрате равно к2 в квадрате равно К в квадрате, К1 в квадрате равно минус в квадрате, равно минус в квадрате, то есть мы взяли некую климатическую точку, в которую этот параметр не входит. Ну, любую точку. Это условие, я говорил вам, оно стороннее, оно приходит из экспериментальных данных, когда мы смеяться в нашей перенормированной величины с каким-то экспериментальным данным. Вот мы говорим, что перенормированная функция совпадает с борденской, все поправки ушли, основной единицей, то есть это есть борденская функция. Могли сказать, что нет, не совпадает, здесь единичка плюс какая-то конечная часть, скажем, в порядке g квадрата. Это все в наших руках. Что мы вот сюда пишем, и что мы вот сюда пишем, в этом условии, это все в наших руках. Вот давайте для простоты нашей задачи вот такое условие возьмем с вами. То есть у нас есть некая генематическая точка, когда все генюксы, кратинка двойка в квадрате силе на минус в квадрате. У нас все наши поправки должны сократиться и остаться только борденская функция да, борденская функция для нас. Значит, что мы умеем вычислять, сейчас я это поговорю, наконец-то про утреклась в визовую схему. Во-первых, мы остались за 2 и 4 уже. Когда какую-то функцию считали, на семинаре, правильно, за 2 мы с вами нашли. За 2 или чему равна 2? это была единица минус дельта 2 от му, где расходящаяся часть дельта 2 от му была равна чему-то? 0 и единица на еси, главное. Да, давайте опять же революцию на единица на еси, 2 и минус дельта пополам, реальное объяснение минус дельта и минус дельта 2 от му2 сетями что еще надо? 4d в квадрате да 4d в квадрате ну и d в квадрате Дальше, это же величина связана с перенормированием кварковой линии Помните, по цвету, цветовая диаграмма какая-то вот такая была, правильно? И стояла ТА-ТА по цвету, а ТА-ТА возникло что еще? ТА-ТА, что угодно? Сумма по А, ТА-ТА Одно, ТА, Сумма по А Одно, второе, А? Нет, почему? Это же оператор кассиниров в фундаментальных доставлений Да, ЦС ЦС И? Минус еще, да? Минус Вот это мы с вами находили на семинаре Я вам там говорил, что нам понадобятся некоторые выражения, которые мы нашли То есть мы их не просто нашли для бета-функции, да? Для бета-функции это уже немало, да? У нас уже не такое есть То есть бета-2 у нас есть, да? Вот мы начинаем с вами вычислять вот это количество То есть в теории назначения перенормированной Мы можем написать поражения для перенормированной функции Green Ну давайте где-нибудь Ну вот здесь напишу Гамма перенормированная Для оператора вот один Аргумент не пишу Вот все аргументы, да? В Борновском приближении Это просто вот такая диаграмма, правильно? Просто вот такая диаграмма Где вершине вот этой стоит гормоновское вооружение, то есть единица То есть вот эта вершина это просто единица Кружок вот этот, правило Фейбера на этот кружок, да? Просто единица обычно Единица, да? Дальше Тогда-то начинаем Смотрите на петельную поправку То есть здесь у нас есть экспонента, да? Экспонентом мы идем С вами разлагаем эту экспоненту Что возникает? Возникает вот такая диаграмма Вот такого типа Туда Полность К1, К2 И К1, К2 И К1, К2 К1, К2 Дальше Дальше Какого типа еще поправки мы случайно? То есть экспонент здесь разлагается А? Надо линию спустить Надо линию спустить Да, ну вот эту линию могут поправки на единицу, правильно? То есть есть вот такие поправки Напоминаю Напоминаю У нас это все перетонированное Теория предмещения страны Да? Есть Вот сюда павка Кава 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 Есть такая же диаграмма Кроме того Раз мы работаем Эффективно Теорией Развращения То в этом окружении Которое здесь стоит В экспоненте Есть еще члены с контр-членами Правильно? Здесь новые вершины Какие здесь новые вершины будут актуальны? Такого типа Правильно у меня есть вершины с контрчленов Дельта 2 и Дельта 1. Это опять же линейка К1, то есть есть вот такая вершина. Здесь линейка К1 течет. И какое правило Хримана для этой вершины? Чему она равна? Если здесь течет, то Хримус К1. Вот эта вершина, какая у нас была? Я помню только, что вы контрчлены построили в этой расходимости. Да, да. Вот этот контрчлен, который здесь стоит, оттуда должен сократить вот эту расходимость. То есть от этой диаграммы у вас возникает контрчлен Дельта 2. Правильно? Вот эта вершина, она будет сделана так. Это был и импульс, который здесь течет К1 на Дельта 2. Я напоминаю, у нас без массовой основной теории. В общем случае здесь еще стоит минус Дельта М. А вот эта схема как тебе будет выглядеть, если импульс К2 течет? Ну, это будет контрчлен, но не другое, это будет логично. Как вот эта вершина записывается конкретно? Чему равна? Так. Вот в амплитуду какой? Ну, ИК2. ИК2 на Дельта 2, да? То есть здесь ИК2 на Дельта 2, да? То есть вот такие вот все эти контрчлены у нас есть в нашем лаганжане, да? В нашем лаганжане, который вы здесь раскладывали. Правильно? Да. А дальше у нас есть еще расходимость вот такая. Вот этого оператора, его у нас в лаганжане нет. Ну, если без массовой теории рассматриваем. Этого оператора нет, да? Он нашел в лаганжане. Нет. И для него мы руками, грубо говоря, по определению того, что такое вот это перенаргированное вершина, мы руками дописываем на член, который убивает расходимость вот этой диаграммы. Да? То есть я сюда пишу... Так, это мы забылили, да? Да? Давайте, это минус, минус, по тридцать. Так, через два. Сюда я пишу вот такой член. Плюс Дельта О1 на борненскую структуру. Вот борненская структура. То есть я по определению фактически тому, что такое вот эта перенармированная штука, сюда дописываю вот такой член. Если я знаю, что моя структура вот этой диаграммы воспроизводит борненскую структуру, да? Если я это знаю, то я вот дописываю сюда один такой член, да? С контрашленом Дельта О1. Это фактически его определение, да? И этот контрашлен я подбираю таким образом, чтобы выполнить условия перенармировки. Понятно? Какой вопрос у вас скидал? А вот третий и четвертый члены, их нельзя ампутировать? Нет. Давайте так. Ампутируем мы. Ампутированные мы смотрим. Я когда правил Феймана пишу амплитуду, да? Нет. Здесь я мог их ампутировать, да? Мог их ампутировать, если бы вот здесь делило не на борненский обратный пропагатор, а на полный обратный пропагатор, да? Но так как я здесь написал, я их не должен написать, да? Здесь нет единицы на Z2, да? То есть здесь у меня от этой экспоненты вполне возникают такие поправки, которые цепляются на одну и ту же линию маркеров, да? У меня есть какая-то линия, на нее прицепилась эта поправка. То есть у меня из лакранжиана спустилась Пси с четкой Пси. 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 Вот так напишу. Пси апси, да? Один раз, и во втором порядке Пси. Апси – это второй раз. Пустилась, и каждая вот эта вершина замокнулась вот на эту линию. на одну линию, да? На одну линию. Т.е. вот это с этим, это с этим. Дальше. Это с этим, это с вот этим. Правильно написал. Это с вот этим, это с вот этим, а вот это с вот этим. Дальше. Вот такого типа, да? Т.е. вот это мне долонки. Вот это спаривание долонки пропагаторов. Пропагатор. Квартовый. Два линию. Два линию. Два линию. Другими спарились. Другими спарились. Другими. Блинию пропагаторов. Да? Блинию пропагаторов. Вот. А оставшиеся Пси, которые здесь у меня, вот это вот это, они с внешней константином, да? С одной из пятерых. Правильно? Т.е. из экспонента я два раза спустился кусок с взаимодействием, и я его вот так спарив, получил эту диаграмму. Диаграмму, да? Классно? Что у вас, что получилось у нас? Что у нас получилось? Это же наш ряд, да? Давайте на него посмотрим внимательно. Вот. Эта диаграмма, эта диаграмма, это и это. Это что такое в сумме? С какой функцией Гримма они связаны? Совершенно. А? Совершенная функция. Почему совершенный? Вот у вас, смотрите, это выражение написано для перенормированной функции Гримма, т.е. оно по определению конечно. В смысле с ней? А вот первые диаграммы, да, я специально написал сначала поправки обычные, а потом контрчлены, да, вот эти контрчлены, которые есть на гранжиале, это то, что в камере написал, да, сделав эту штуку конечной, да, но то, что здесь стоит, вот это, вот это, это есть просто моя голая, однопетлевая, голая функция Гримма, правильно? Петлевая голая функция Гримма. И как я могу записать? Смотрите внимательно. Вот это есть однопетлевая голая функция Гримма, я так напишу, умножить на единичку, умножить на единичку, правильно? Вот. А все остальное, все остальное, я могу написать как поправку, правильно? Написать борденскую функцию Гримма, умножить на поправку. На поправку. Здесь, как выглядят эти диаграммы? Смотрите, ну, вот этот контрслен, тут прямо вот, дельта, да, дельта около 1, да, наборную функцию Гримма, здесь написано. А вот эти диаграммы, каким образом выглядят? Их вкладываете в диаграммы? Ну вот давайте, допустим, возьмем первую, и опишем ее вклад, да, как мы это делаем. То есть мы что делаем? Двигаемся против фермионной линии, как обычно, здесь вот у меня пропагатора нет, я делю, правильно? поделил на меня, поделил, да, поэтому у меня сначала идет вершина, да, с этой диаграммы здесь напишем, вверх вклад, идет вершина, и К1 на дельта 2. Дальше у меня пошел, вот этот пропагатор, правильно? Пропагатор, это есть что такое? Это есть И, и на К1, на шляпы, верно? Здесь же К1 течет, и на К1. Дальше пришел, в мою операторную вершину, я ее должен брать в Борновском приближении, верно? Потому что в дельта 2 уже содержится малость, g квадрат, g квадрат, в дельта 2 содержится, да? А в Борновском приближении это вершина, это что такое, Кирилл? Единица. 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 вот такой вклад, такой вклад, отвечающий этой диаграмме. Чему это равно? Чему это равно? Минус дельта 2. Минус дельта 2. Минус дельта 2, так напишу, умножить на единицу, да? Единица это моя борновская структура, да? Вот эта штука, борновская, это единица, бутовая, да? Следовательно, от вот этих контрчленных, слагаемых, у меня возникнет, дельта от О1, от операторного контрчлена, который я руками дописал, и от вот этих двух что будет? Какой вклад от этих двух? Минус 2 дельта 2. Минус 2 дельта 2, да, правильно. Минус 2 дельта 2. То есть, что мы получили с вами? Получили, еще раз я перпишу это, вот здесь вот, глядите, а у нас ириногнированная функция глины, а получилось, глядите, чему равна. Я голую вынесу на сколько-то, голую, вот здесь голая стоит с поправкой, да? А здесь вот, от голой осталось только борновская часть, потому что здесь уже поправки есть, да? Поэтому я его наружу вынесу, да? А здесь тогда оставим с единичка, да? И плюс дельта у 1, плюс дельта у 1, минус 2 дельта у 1, минус 2 дельта у 2, правильно? Согласно? Вот здесь вот, когда я перемножаю, я должен оставить только борновский вклад, правильно? Потому что здесь уже малость есть, и я в этом приближении работаю. Хорошо. Это же выражение могу переписать наоборот. Голая равняется перенормированная 1, 1, 1, 1, перенормированная, да что? Вперед. раз, как тьма, эти члены малы? Ну, с знаками другими. С другими знаками. Минус дельта у 1, минус дельта у 1, плюс 2 дельта у 2, правильно? Да. Вот так вот. С точностью до, в одопитевом приближении, я на всю пищу, это все в одопитевом приближении. Отлично. А вот здесь что такое написано? Это что такое? Голая, если перенормировали, умножить на что? О, салфа. з2. Это есть з по определению, да? По определению, это есть з1 умножить на з2, правильно? Оно у меня в одной второй, но на два раза. А з2 это у меня единица плюс что? З2 чего равно? Дельта 2. Дельта 2. Дельта 2. То есть то, что стоит в круглых скобках, это есть з1 умножить на единица плюс дельта 2, да? Отсюда з1 чего равно? И единица минус дельта 1 плюс дельта 2. Совершенно верно. Я должен поделить на эту скобку, это то же самое, что отсюда отнять дельта 2, да? То есть единица минус дельта 0 1 и плюс дельта 2, да? Вот так. А я еще хотел спросить, да? А вот эти члены, когда мы их начнут подговорить, чтобы убрать расходимость, и то они же сами по тебе будут расходящиеся, и тогда? Ну, по разговору, уже много раз это было, то и что, что они расходящиеся? Мы же смотрим их как члены ассинтетического ряда по алифонесу, да? Ну да. То есть все наши вот эти процедуры, которые мы делаем, когда говорим, что там много, мы имеем в виду преобразование асинтетических рядов по альфа-с. То есть на коэффициент, который перед этим альфа-с стоит, бесконечно, небесконечно, нам все равно, тем более он небесконечный, мы его регулировали, да, епсилон. Считайте, что вы его регулировали епсилон, но епсилон положили равным какой-то величине, так что он стал далек от бесконечности. То есть у нас это работает с асинтетическими рядами альфа-с, да? Это не нужно задумываться, что он вроде как малым, но на бесконечность умножается, да? Как же так? Это все асинтетические ряды, правильно? Альфа-силон. Отлично. Т.е. вот такая Zу1. Тогда логарифм у него к чему будет стоять? Опять же источность для членов пропорциональных жертв. Дельта угла 1 минус Дельта угла 1. Минус Дельта угла 1 плюс, так мы пришли, два раза, где-то два пола. А наша аномальная размерность определения, это и производная по Де логарифм у него, правильно? Вот мы и получили с вами вот эту формулу. Согласны? Вот у нас есть операторный пунктерчлен и два внешних конца отвечающего фермиона. То есть фермионных концов нет. Вот мы и получили то выражение, про которое я говорил. Т.е. что формальная размерность будет равной, когда гамма У1 в однопетлевом приближении, когда у нас есть Дельта угла 1 плюс Дельта угла 1 плюс Дельта угла. Вот давайте теперь посчитаем. Что у нас здесь неизвестно еще, что мы еще не знаем. Какую величину? Дельта угла 1, да? Она по определению, как берется? Она по определению должна подстроиться Дельта угла 1 так, чтобы сократить все расходимости здесь и выполнить условия перенормировки. Понятно? Понятно. Опять же, так же, как в случае Дельта функции, в случае Бета функции нам в этих контрчленах, при вычислении аномальной размерности, нужны только расходящиеся части, правильно? Все точно, рассуждение такое же, как в Бета функции. Потому что и Дельта 2, и Дельтау 1, они вот так вот выглядят все. Да? Т.е. если вы сделаете производную логеризм, у него у вас расходимости сокращаются, конечные части вам не интересны. Да? У него уже не интересны. То есть, они при этом стремящем секунду просто исчезают. Да? Ну, давайте посчитаем это. Да. Да. Добро пожаловать в Казахстан! То есть мы с вами уже знаем, что знаем, что вот эти контрчлены, этот и этот, они нам сократят расходящуюся часть вот этих двух диаграмм, правильно? Мы их так строим. То есть фактически наш контрчлен, вот этот, дельтового 1, должен сократить расходимость одной вот этой диаграммы. То есть ее нам нужно получить. То есть нам нужно выделить расходящуюся часть вот этой диаграммы. Ну давайте это и сделаем. Еще раз навесите ее здесь, диаграмму. И посчитаем. У нас есть вот такая диаграмма, где в вершине стоит просто единичка, да? Вот это вершина, крестико, то есть просто единица. И вот здесь, получается, что здесь как бы минус. А здесь получается у нас, получается, что у нас получается здесь как бы минус. Вот, а здесь получается у нас L и TK, это у нас получается L и TK минус L Ага, здесь К2 минус, а здесь К5 минус L Да, посмотрите А еще и все по правилам Фермина задействованы в фаст Вот, это у нас получается что? Двигаемся против термионной линии, да? Да, у нас получается... Здесь пропаганд, но мы можем написать Нет Вот этот, мы на него сократили А, ну то есть мы его не пишем Мы его не пишем А ладно, тогда нам что-то за вершину можно написать Да, тоже вершину Вот, еще будет и пивоинтегривер Да, просто написать Размер у нас будет регуляризация, да? Вот, у нас здесь будет D4 Размер у нас будет D, D, L Вот, на... И, соответственно... 2P 2P И пошли рисовать Значит, здесь у нас вершина, да? Пишите вверх У нас получается ИЖ Минус ИЖ Так, ИЖ Минус ИЖ, да? Минус ИЖ Вот... Здесь должно быть F Сейчас... Почему F? Это же... В любом парке типа Минус ИЖ, да? Квадрата Ну, давайте последующим совершим А, ну, ладно Значит, R, K А Вот... Потом... Дальше идем... Здесь у нас пропагнат какой-то Какой пишите? Вот... У нас получается... Мы здесь маслом выписываем Значит, у нас получается K 1 Минус L В квадрате В квадрате В квадрате Вот... Здесь у нас получается... Что у нас получается? К 1 К 1 Минус 1 К 1 Минус 1 К 1 Да... Дальше двигаемся К 1 Дальше двигаемся К 1 К 1 Дальше двигаемся К 1 К 1 У нас здесь получается... Значит, еще один пропагатор Она получается К 2 К 1 К 1 К 2 К 1 К 2 К 1 К 2 И идем вот в эту большинку. Здесь получается минус i, g, c, b. Цветовой фирм будет такой же. Давайте его сразу напишем. Считаем феминус калибровку. И на пропагаторах у него у нас получается минус i, b, e. Или контакт. Ага, отлично. Тогда пишем чему это гамма. Поверьте, секунду. Еще на втором вершине у вас есть еще гамма-матичная структура. А, да, да, да. То есть гамма, индекс будет. У нас в фирманской форме. То есть гамма-мин, гамма-мин. Гамма-мин. А, мы вообще забыли. Гамма-мин. В этой верстине, да? И в той верстине тоже стоит гамма-мин. Да. Гамма-мин. Да, вот такая структура. Нам нужно вот этого. Только на сходящуюся часть. Давайте упрасти мне много, а потом в нем упрасти на сходящуюся часть. То есть у нас получается, вот смотрите, у нас здесь два минуса и это минус единица. И здесь и минус единица есть, то есть минус единица, минус единица, минус единица, минус единица. Вот. Ну и дальше просто записываем вот здесь все. Можно с гамма-мин сколько поучать? Что-то мало получилось. У вас, например, здесь минус единий квадратик, минус единица, минус единица. Дальше от двух пропагаторов минус единица? Ну, потому что вот минус и минус, и нам дали минус единица. Потом вот здесь два раза и плюс единица, и еще раз минус единица. Минус? Да. Минус? Да. Минус? Минус? Вот. Значит, соответственно, смотрим. Здесь есть гамма-мью. Гамма-мью сколько? Погодите, говорите, сейчас коэффициенты мы собираем. Значит, все наши же они у вас перенормированы теорией возмущений, да? Давайте это подчеркнем, специально подчеркнем, да? Цветовые коэффициенты, что стоит, да? Ну, да, да, у нас все равно есть. Все равно есть, да. В свою форму. Значит, соответственно, когда будем здесь... Еще секундочку, что мы должны еще сделать. У нас еще обратные пропагаторы здесь были, правильно? Да. Обратные. А мы не хотим. А мы не хотим. Вот. Давайте тогда сходим. Значит, у нас... Вот здесь вот везде с гамма-матичной структуры стоят в этих штуках. И стеркнут. Значит, это будет минус 2 таких штуки без гамма-матиса. А, сейчас... Минус 2 это в 4. А, не-не-не, извиняюсь. Просто минус. Значит, вот это вот привез. Не надо здесь. Ну, ладно. Так, у нас получается... D, D, L. Ага. На 2, 3, D. Так. Здесь у нас A. Да, там B. Сейчас вспомните. Значит, у нас получается... D, D, L. На 2, 3, D. Здесь у вас 2 матерцы. Правильно стоит? Да. Не 3, а 2. Да, согласен. Две матерцы. Когда там сходило будет... То есть, какая формула? Общая формула такая. Если там стоит... Гамма-ню. Здесь стоит A, B, Гамма-ню. Чему равна? Ну, у нас есть жеменью. И надо коэффициент... И не жеменью. В смысле... Сейчас... Это... Не вспомню. Так. Ну, в 4-х мерии это что было? Ну, это было... А, B... Еще что-то там... Сейчас... Ж была из вот этой... В 4-х мерии просто было 4 скалярных произведения. Правильно? 4, A, B... Пишите. 4, A, B, C. А в 3-х мерии у вас останется еще... Еще остальные левоматрицы, кроме первых четырех, да? Они с вот этими A и B прокоммутируют и дадут... То же самое... Плюс A со шляпой на B со шляпой... Да? Плюс A со шляпой на B со шляпой... На... Свертка Гамма-ню на Гамма-ню. Где мю пробегают остальные значения. Это что так сказать? Остальные кроме 0, 1, 2 и 3. Это зачем? 2-4. Да. 2-4. У нас получается 4. У нас получается 4. Значит здесь произведение вот этих двух штук. 1-1. 2-2. 1-1. К2-2. 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 Угу. Отлично. Все. Вот теперь от этой штуки нам надо взять расходящуюся часть. То есть считать этот антриал полностью нам смысла большого нет. Когда мы атомальные размеры на эту тему не смотрим. Да? Расходящаяся часть у нас будет от каких A, брат? У нас здесь три штуки стоят. Да? L в квадрате, квадрате и квадрате. Да? Вот если в знаменательстве третья степень L, то есть у нас на этой крайне расходимости? У нас их как раз. То есть вот такой вот кралки. Вот мы их соберем по K, как обычные три знаменателя. Да? Выделим полный квадрат и так далее. То есть если у нас есть вот такой антриал. Большой степень D. А здесь стоит L в квадрате, минус дельта и все в степени альфа. Да? Вот если альфа равно 3, то этот антриал расходится? Нет. Не расходится. Правильно? Потому что в ответе стоит дамма от альфа минус D пополам. D пополам. Да? В ответе стоит такая величина. Верно? Да. Вот. Следовательно, расходиться будет для случая, когда здесь у нас знаменательный третий же степень будет. Верно? Поэтому для нас должны будут соответствовать, когда здесь будет L в квадрат стоять. L в квадрат. Тогда он эффективно сократится и ставим интеграл с альфа равна двум. Понятно? То есть расходящийся чёрстер чёрстер у нас будет возникать этот случай, когда мы расставляем только L в квадрат. В числителе. Да? Ага. Эль квадрат у нас отратились. Правильно оставляем? Давай. Могу мы его сразу туда их уходим. А вот. Давайте сразу. Вот это член с D минус 4. Это уже на есилон. Да? Хотя здесь тоже есть L квадрат. Это то, которое даёт расходимость. Вот здесь B к есилон и вот интеграл к конечнику. Правильно? При есилон к нулю. То есть вот это мы всё естественно можем сделать. Тогда у нас L в квадрат сократится. Да? Числители. Числители. Да? Числители надо сократиться. Да. Сейчас соберу, что останется. То есть у нас здесь получается 4L квадрат. Правильно? Да. Здесь это 4L квадрат. Убилось. И, конечно, все убило. D осталось. Почему я остался? Сейчас. Если D минус 4, то дай есилон. А вот всё влажно. То есть здесь это всё слагаемое. Оно не даёт расходящейся части. Правильно? Значит у нас получается Dk1 минус L квадрат. Dk2 минус L квадрат. Dk2 минус L квадрат. И единички сверху. Да? То есть у вас вот такой вот интеграл. Смотрите сюда. Возникает. Единица здесь стоит. Вот если я сделаю крышку переменных. Dk2 минус L квадрат. Dk2 минус L квадрат. Dk2 минус L квадрат. Dk2 минус L квадрат. Правильно? Дмус L квадрат. Дмус L квадрат. У такого типа интеграл. Его расходясь везде в часть. Чего у нас? Уже несколько раз это считали. Давайте вот сюда именно пишите. Чего у нас? Получается так сейчас. От рейковского полуалюта P будет идти, да? P да. А там есть еще 4. 4 в квадрате. 4 в квадрате. В квадрате. Угу. В зависимости от импульса вот этого какая будет? Она будет в квадрате еще в степени и в силам. В степени и в силам. Да? То есть в знаменателе стоит, в знаменателе стоит K1 минус K2 в квадрате, в степени где-то полов. Заком минус еще. К1 минус K2 все в квадрате. Заком минус, да? Сейчас. Угу. Не-не-не-не-не-не. Минус, минус и квадрат. А, не все. Все в степени 2 минус D пополам. Да. Уже много раз интеграмма возникал. И в числителе, что там будет? Так, и в числителе с гамма, соответственно, это... Прямо функция, да, будет? То есть это будет та самая Гамма 2. 2 минус D пополам. 2 минус D пополамы, да. Ага. Ну, вот такая, рассмотрите, сейчас будет. Ага, хорошо. А, все, туда пишите. Там даже коэффициенты еще всякие есть. У нас получается минус i, g. Ну, здесь вот минус i, здесь минус i. Ну, значит, именичка будет. Ну, плюсы, да? Так, по-сверху. У нас, значит, новая функция. Ага. А два минус депополам. Да. Вот, поделить на минус k1, минус k2. Ага. Вот, давайте, степень 2 минус депополам. Отлично. То есть, вот такая у нас восходящаяся часть получилась, вот эта диаграмма. Обратите внимание, она зависит, как положено, да? От разности k1 минус k2. Вот, здесь k1, k2, и зависит от разности, да? 1 минус k2. Вот, зафиксируем. Вот. Теперь, что делает наш контр-член? Наш контр-член отстроен таким образом, что вот в этой пневматической точке должно быть выполнено условие перенормировки. То есть, как минимум, все эти расходящиеся части должны сократиться. То есть, вот это выражение должно, в точке, когда k1 минус k2 в квадрате равно минус k2 в квадрате, должно биться вот этим контр-членом, да? Отсюда сразу пишем, чему контр-член в квадрате. Давайте, куда-нибудь напишем? Ну, куда-нибудь, вот сюда, штуру. У нас получается дета... Что там? Дета-одик? Угу. Вот, да. И что здесь? Погодите, мы здесь с 44 пи забили. А, да. С 44 пи. А 4-ка была в числителе. Это не единица, понимаете? А 4-ка. А 4-ка, я куда делаю? Да. Была 4-ка. Ну, так пишите. Четыре пи в квадрате, да? То есть, единица на 4 пи в квадрате, да? И четверка, да еще? Да, вот на сверху. Вот эта четверка, она не была, так ее можно оставить. Да? Хорошо. Тогда пишем, чему контр-член в квадрате. Мы должны, по идее, борденскую структуру есть? Нет. Мы видим, что у нас, смотри, зачем у теорема она получилась равна? Получилось некое число умножить, пардон, на единицу, да? То есть, борденская структура здесь трениальный момент возникла, да? То есть, борденская структура у нас возникла. То есть, перенормировка у нас мультипликативного, присмешиваемого. Так у нас получается, значит, имя пи в квадрате. Угу. Четверка сократилась, да? Стало 4 пи в квадрате. Так у нас получается, ага. Ж от р квадрата. Да. Гамма. Угу. Вот. Два минуты пополам. Вот. И на минус р квадрат наменяем, значит, К1-К2. Значит, у нас получается мин квадрат. В степени вот той самой, два минус, то есть, это в степени два епсона получается. Запишите через Д. Значит, два минус Д пополам получается. Вот. Их. Нормально. Попишите на кат, все в степени вот мороза. Ага. И что еще? Так. Я что-то вижу. Ну, цветовой множитель еще есть. А, ну, цветовой. Ну, кроме того, ваш контур-член должен сокращать рунток. Да. Значит, у вас контур-член должен вот эту кризис вычитать. Правильно? Да, значит знак обрат. Значит, дальше будет минус будет, да? Знак минус будет. Ну, отлично. То есть, вот мы нашли для оператора О1 вот такой чудненький контур-член. Контур-член. Давайте сразу найдем контрчлен для оператора O2 Идем сюда Борновская структура чему будет равна? Мы остановились на секунду и перешли с оператора O2 То есть все то же самое, только здесь вместо единички стоит гамма-функция Борновская структура для второго оператора чему будет равна? Гамма-мюл Гамма-мюл просто, правильно? Эти дадут пропагатор, также сохранится, останется матрица Гамма-мюл Да, он с индексами еще соответственно Ну, он с индексами будет, да? Ну, как и положено, здесь же оператор Вот такой У меня здесь индекс не имеют еще, потому что он, наверное, писает Да? Здесь индекс не имеют еще, да? Индекс не имеют А условия перимагировки, в общем, такое же Только здесь не единица, а Борновская структура будет, да? В общем, такое хочу условия, зато их беру, но Уж явно в борденском порядке здесь ничего, по-моему, в порядке уже нулевой Здесь ничего другого, кроме гамма-мюл, не может, правильно? Потому что это борденское выражение То есть, для второго оператора, борденская структура у нас гамма-мюл То есть, в основной перимагировке у нас вот такое, да? Тогда Что изменится? Ну, здесь у нас все то же самое, да? Все эти контрчлены, как вот эти, для ледопада, как и раньше сокращают вот эти расходимости, да? Здесь без изменений Изменится выражение для вот этой диаграммы, правильно? То есть, здесь уже будет вместо гамма-мюл В операторном решении гамма-мюл Давайте здесь, пожалуйста, альфа напишем Здесь альфа, гамма-альфа, здесь гамма-альфа Тогда по правилам Феймана мы точно так же все пишем, да? Сначала идет вершина, вот она у нас Потом у нас пошел пропагатор А здесь гамма-мюл возникло, гамма-мюл Потом снова пропагатор Ну, в пропагатор Снова вершина И геонный пропагатор, да? В фейманских липевках Вот такая штука, да? Тогда у нас Чего мы чуть видели, вот, раз, и здесь? Давайте я сотрю, а вы его напишите Соответственно, нам было минус Ну, давайте Соответственно, минус 2, я потом еще добавлю В обратном порядке Т.е. у нас получается что? У нас получается К2 Минус 3 Гамма-мюл К1 Минус 3 Вот, плюс в том же порядке, но, соответственно, у нас 2-4 В 2-4 И в том же порядке Ну, это, наверное, не плюс, а минус Минус Минус, почему? Потому что вы Вот эти Когда у вас кинтекс альба Не равен 0, 1, 2 и 3 Мы должны Сколько? Мы должны 3 раза проантермутироваться Так что перетащить сюда Поэтому это минус Минус 3 Минус 3 Минус 3 Минус 4 Минус 4 Минус 4 Минус 4 Минус 4 Минус 4 Для расходящейся части нам будет это все неинтересно Да? Т.е. когда мы сможем расходящуюся часть Нам это все уже будет неинтересно Понятно? Хорошо, теперь это двуточное выражение Теперь смотрим расходящуюся часть Опять последовательность Отдвигаемся Значит, мы должны сейчас ставить только L со шляпой Понятно? Потому что именно он даст L2 Т.е. у нас тогда числитель Расходящейся части Вы никак не делите? Часто начнем О, сюда вот Давайте Минус 1 Встал Сейчас уже не надо Так Значит, у нас числитель будет Минус 2 А на репродагат Ну, специально, наверное, на реалике Гамма-мюс Давай, надо, аккуратно Минус 2 Напишите здесь Lα Здесь Lb Внести Внести А, в смысле, вы имеете у матрицы сами Минус 2 Минус 2 Минус 2 Так Сначала это просто импульс ГМС Да? А здесь Гамма-альфа Гамма-мюс Да Гамма-альфа Совершенно верно Хорошо? И, в смысле, вы все хотите Что-то он умеет привести Соответственно? Не-не-не, я просто хочу, чтобы вы Вот раньше она здесь была Четвертая Правильно? Четвертая Давайте просто сообразим, что изменится Вот это было раньше И альбератор был 1 Теперь Что здесь произойдет? Слушайте внимательно Альфа или бета Если Я смотрю Интеграл Вот такого типа Т квадрата Ис-д Это в степени альфа Да? А, ну, в смысле Гамма-альфа А, ну, в смысле Гамма-альфа Альфа 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 Да Альфа 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 На Лучшую Ну, теперь Мы Альфа Я Я Альфа равно бета. Гамма плюс, соответственно, гамма альфа, гамма альфа. Что там? Альфа равно бета. Извиняйся. Гамма альфа, гамма альфа, гамма альфа. Да. А это при 4? 1, 2 плюс 2, соответственно, на 1 квадрат гамма альфа. Ну да. Альфа, альфа, гамма альфа. Альфа квадрат на гамма альфа, да? Эльфа квадрат на гамма альфа. То есть вместо 4, что у нас будет? Гамма альфа просто, ведь? Будет просто гамма альфа. Тогда сюда вместе 4, гамма альфа. Это приятно, почему? Почему? Потому что вот эта габага, конечно, не что иной, как наша горновская структура, то есть наша поправка воспроизвела... У нас в 4 раза меньше получается. Да, она у нас получилась в 4 раза меньше. Давайте я напишу. То есть у нас видно, что поправка воспроизвела горновскую структуру, то есть правильно ее надевать от него, смешивание ему. И без толпы огромная, одна четвертая. Я думаю, что это четвертая. Это даже не то, что такое толпы, а то его расходящиеся в 6. Напишите, короче, в смысле расходящиеся в 6. Отлично. Вот такое выражение получилось. Тогда смотрим, чему равны монопольные размерности. А, вы все можете стирать с этой доски. Даже с обеих носов можете все стирать. Кирилл, чему равна для второго оператора, для оператора O2? Чему равна нормальная размерность? Оператор O2? Вот. Смотрите. Вот у нас нормальная размерность дается вот такой формулы, правильно? Да, да, да. Здесь стоит O1 или O2? Один уже питает O2. Здесь фондашлем O1 или O2. Здесь, кстати, cf еще какие-то будут. Да. Дельта-2 стерликом? А, стерликом. Ну, ладно. Дельта-2 у нас еще, вот этот шлен, надо его написать. Опять, да? Дельта-2. У нас есть минус, уже R2. Расходя все сейчас сюда. 4P2. Гамма. 2 минус, дельта-2. У нас есть минус, дельта-2. Ню квадратик, стерлик, тоже самое. 2 минус, дельта-2. На cf. Да? Это контур-член Дельта-2, который мы, ксвами, находили ранее. Тогда с простого начнем. Аномальная размерность для операторов O2, чем равна? Формула? Затем вверх по 3,5 минус. Давайте сразу константую видеть, правильно? Давайте сначала квадратную структуру посмотрим, а то уже будем носить что-нибудь. Ладно, вот так, соответственно у нас... Вот эта штука, она будет сокращаться с той штукой, да, МОЛЬК. Просто УЛЬК будет. УЛЬК и Дельта-1. УЛЬК и Дельта-1. УЛЬК и Дельта-1. Угу. Значит, у нас гамма О1. Угу. А Кирилл думает, почему вы 0 получили, у нас нет 10? Значит, надо здесь чуть-чуть сам. Видимо, он добавил мерзость до 2-го края, и получили 0. Да, я увидел, что сократили. Ну, почему? Все равно. Что будет значимо? Так, кто у нас означает, что он не... Перенатомировался. Ну да. Если он определил мне это в некой точке кинематической, то вы двигаете вашу энергетическую масштабы удара, да? Да. И латричный элемент этого оператора, он его тому же самому. Ну да. Тому же самому, а почему? Ну, если у вас есть какое-то состояние... Ну, это же уголовок у вас есть. Это ток. То есть, это значит, что ток у нас не зависит от энергетического выше нога. Почему? Из-за того сохранения... А он сохраняется, да? Потому что этот ток, он связан с сохранением заряда какого-то? Какого-то другой заряда? Ну, он хватает электрический. Какой электрический? Из-за того, как у нас есть интересы? Число хватков и число антихватков. Это что такое? Ну... Как бы... Заряд ноги и подробно, что там были. Ну, это болеомный заряд. Тройный болеомный заряд. Тройный болеомный заряд. То есть, если у вас есть какое-то состояние, да? По которому вы считаете магичный элемент от этого оператора. То... Это будет просто... Считаете, зрение от этого оператора. Это будет просто... Утроенный болеомный заряд в этом состоянии, да? В прободинамике он у нас... Сокращается. Ну, сохраняется. Да. Кстати, наверное, никто не делал силы, но он же не сохранился, по идее. Да, не сохранялся. За счет неоплательных эффектов он не сохранялся. Да. Это можно откидить. Можно дописать, что аналитик будет. Да, да, да. Можно за счет членов, которые у вас... Откидать. Вот. Ксиарево-аналиму у вас разлетает некий вклад в нескравление этого заряда. Экспоненциальный аналитик вклад в степени минус единицы на альфа электромагнитное. Да? То есть это некий непертурбативный вклад, который есть. Который до ранних стадиях Вселенной мог давать существенное значение за счет того, что альфа была не слишком маленькой. Экспоненциальный аналитик был не слишком маленькой. Да? Так. Угу. Теперь по унис-2 сюда дает. Ага. Сейчас. У меня есть плюс. У нас получается минус и ж р квадрат. Угу. Угу. Один на 8 пик квадрат. Значит, номер гам, она со знакомым минус стойка, получается. 92 где пополам. Ага. Угу. 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 А вот, вот сюда ответы запишем. Значит, здесь у нас получилась анновальная размерность второго оператора равно 0, да, и мы это еще раз здесь Сергею поговорим. Это связано с тем, что это сохраняющийся ток, правильно? Сохраняющийся ток, средний от которого по какому-то состоянию, это будет просто число маков минус число антикванков. А раньше это был из магнитный ток, да? Число электронов минус число пазиктронов, да, у нас электромагнитный заряд. Сейчас это не электромагнитный заряд, а барионный заряд, это троидный барионный заряд, правильно? Как проTwark по антикванту третий, как проTwark по минус одну третью. То есть это троидный барионный заряд. А что за тем, что будет симметрией связанной сохранения барионного заряда? Ну вот, ну вот, потому что... Или есть О1 симметрия. Фактически это так же выглядит, как глобальная симметрия в электродинамике e в степени и альфа, Пси, и Пси с чертой на e в степени альфа. Пси на e в степени альфа, Пси с чертой на e в степени минусы альфа. В Локон-Чану есть глобальная симметрия, с ней связан этот сохраняющийся порядок. Точно так же, как в электродинамике. Только он называется по-другому. Название по-другому. А здесь, анормальная разметка, здесь мы можем уже d равно 4м положить, правильно? Здесь уже все конечное, здесь стоит ε, минус ε, поэтому это будет у нас 1, это у нас будет 1, да? И ответ будет у нас еще 4м, то есть будет минус 3 вторая, 3 на 1Пи, а здесь будет альфа, в том числе, альфа-с от минус, альфа-с от минус. И минус с, минус с. правильно? согласны, Кирилл? так то есть 1 петлевая нормальная размерность для ОВ1 у нас получилась вот такая вот это выражение 4 пилки холла вольфа осталось вот столько вам желать минус ну знак минуса тут очень надо вопросы есть по первой? так, у нас точно двойка в знаменателе, у нас же там жр квадратно альфа с это жр квадратно 16п квадрат альфа с это жр квадратно 4п а, а, да, правильно, все альфа с это жр квадратно, жр перенормирован вот это от ФС вот умер, это жр квадрат перенормирован альфа с 4п делить на 4п да, да вторая задача, фактически это и продолжение это мы делаем здесь мы ее назовем так, это перенормировка массы 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 в этот получительный момент что у нас есть некий ток сохраняющийся ток и от него аномальная размерность равно 0 это некое общее такое свойство и вы на лекциях, кстати, это свойство использовали когда операторное разложение для полукольного труба в России не смотрели уравнение жимеров группы для коэффициентов Вильса написали вы вот этот факт использовали, что аномальная размерность этого тока равно 0 это некий полезный факт у какого еще оператора будет аномальная размерность 0 что еще можно сохраняющийся увеличение сохраняющийся увеличение ну что еще сохраняется? вот это благодаря ФО у нас то еще есть какой тензор? энергии импульса, да? то есть у нас есть оператор дикий, включающий тензор энергии импульса да? для него тоже если посчитать аномальную размерность, то тоже будем получать как у нас он будет термируем у за руководку 3 что у нас здесь? у 3 то есть одна четвертая Ф мю лямбра а пояска у защищ bzw дизайнке напишу его в х пояска у доставаю с чертой головного уголь для него вероятная Если взять трейс от этого ольфератора, то он будет аномалийным. Аномалии были на лекциях? На лекциях что у нас было последнее? У нас был взгляд на чайный ток. Чайный ток рассматривали на чайный ток. Это спонтанное движение. Вторая задача, это есть некое продолжение. Первая задача по мотивам первого оператора O1. Вот видите, что мы делали раньше, когда вычисляли бета-функцию. Вот я об этом уже на словах говорил, сейчас еще раз напишу. Вот у нас есть в этом GMPHT. В нем, помимо прочего, есть члены пропорциональной константе G или G квадрата. То есть наши вершины, которые дают нам вершину взаимодействия. Например, есть вершина, отличающая взаимодействием кварка. Антиклаты билона. Вот такая решина, да? Только у нас однако минус. В нашем назначении для кавалянтной предводной для кавалянтной предводной нормы здесь плюс, а там минус. Правильно? Вот у нас был такой член, да? И мы с вами говорили, что вот у нас есть константа G, да? И мы с вами рассматривали перенормированную константу. Как она у нас выглядела? Это было Z1-1, да? Z2 в степени 1-2 в квадрате, на Z3 в степени 1-2, правильно? Ножной. Да? И для этого решения мы находили производную по логарифму μ и обзывали ее бета-функцию. Бета-функцию, да? Бета-функцию. В главном порядке расчетов, которое было, то есть на минус, B по ноль, вы перенормировали на квадрате, на переписку квадрате. Правильно? В целом, через контрчлены, если я спрошу это выражение, да, то бета-функция чему была от д-ф от д-ф от логарифма μ, да, от вот этой константы, константы перенормировки вершины вак-антикварт-галеон от вот этой вершины у нас возник контур-член минус Дельта-1g а от вот этих было плюс 2 пополам на Дельта-2 плюс 1 вторая и какие-то 3 вот такое выражение, правильно? то есть мы с вами что говорили? что вот эта β-функция связана с тем, как будет изменяться эффективная константа связи вот эта β-функция, построенная по такому правилу в однопетлевом приближении говорит нам, как изменяется эффективная константа связи, правильно? обратите внимание, что это правило выглядит очень похоже на то, как мы вычисляем аномальную размерность у вот этого графа вот как раз его контур-член отличие такое, что контур-член прямо есть в лагранжиане его не надо руками дописывать, как это мы делали сегодня для оператора, которого в лагранжиане не было надо было в лагранжане, поэтому контур-члены руками дописывали чтобы построить нормированные вершины а здесь β-1 же он прямо в лагранжиане у нас стоит вот, перенормированная теория скручения перед таким же складяемым здесь все перенормированные поля, да? то есть мы что видим? что аномальная размерность вот этого оператора связана с тем, как ведет себя эффективная вот эта константа да? перенормированная верно? а теперь давайте вспомним, если у нас есть массовый член в лагранжиане, как он будет? ну а, Пси, Пси, Пси ну скажем, у нас одно декларковое поколение, да? Пси стоит Пси, правильно? минус С, Пси стоит Пси, вот такой член ну давайте попробуем этот член, рассматриваем по теории возмущения по теории возмущения то есть считать вот эту константу M0 некой малой константой связи то есть мы предполагаем, делаем некое предположение которое совершенно не очевидно что у нас массы, вот в нашей теории, они у нас претурбативным образом возникают, да? то есть происхождение массы, оно такое, претурбативное все эффективные массы, которые мы будем вставлять в пропагаторы в пропагаторы наших диаграмм, да? при соответствующих импульсах мы будем считать, что у них претурбативное происхождение у этих масс тогда мы можем написать аналогичное выражение аналогичное выражение для перенормированной массы то есть эффективной массы то есть той массы, которая у нас будет возникать в ампультурах при каких-то характерных протекающих импульсах у нас там будет некий характерный импульс и мы должны будем брать эту массу на этих импульсах на этих масштабах, да? по аналогии с тем, как было с бета-функцией глядите внимательно бета-функции еще раз чтобы получить эффективную вот эту константу мы рассматривали аномальную размерность вот этого оператора чтобы получить эффективную вот эту константу мы будем рассматривать аномальную размерность вот этого оператора, да? Поэтому я могу по аналогии написать выражение, да, здесь. Так, пишу вот это выражение, что D логарифм перенормированной власти. О, D логарифм это есть. Справа стоит что? Вместо бета-функции будет стоять что? Кирилл, что вы будете стоять? Аномальные размеры власти, да? Гамма О1. Почему? Потому что Гамма О1 у нас в однопетлевом приближении, то есть D по D логарифм, я там уже писал, да, минус D ето О1 плюс 2D это О2. То есть у меня 2, где-то в основных его подпишем. Поним? И мы с вами посчитали, нашли мыли. Правильно? В теории возмещения нашли, это его выражение. Вот оно у нас написано. Давайте сюда я нарисую бонус из кризис на 2-м, альфаес отменим из цельс на цельс Следовательно, мы можем теперь что с этим уравнением сделать? Ну альфаес сюда подставить и решить, да Альфаес подставить и решить? Ну давайте кирилл на 3-м сделать Вот видите, да с кем? Понятна логика в рассуждении, да? Что такое фигнормированное? Логика массы, да? То есть мы считаем массу малой константной связи в нашем углу-галл-жиане И по аналогии с тем, как мы считаем эту функцию, сейчас посмотрим, как будет эффективно при переходе от одного масштаба энергии к другому масштабу энергии изменяться масса в 2 Давайте напишем сначала программы для альфаеса, которые у вас есть Вот здесь чего-то не хватает, сейчас я... В краткой форме, у нас там половина краткая форма, через лягу таких хд Да, ну вот это и есть лягу Тут, по-моему, в квадрате показатель Показатель в квадрате Да А разве что? Безработица Но Там уж не было Считали так же Да, и считали, да Но Сергей, помните? Здесь 4π на β0 Не стояло 4π 4π Пожарни Не в β0 Тут еще видите В β0 В β0 В β0 ВВ2 В в β0 В где β0 Напишите еще раз В β0 Вот так, бета 0 это у нас чему Сергей бета 0? 2, не бета 0, ладно 11 в третьих МЦ молодец вам 11 в третьих МЦ 11 в третьих МЦ минус 2 в третьих МН вы здесь все трассы у нас это делали запомните и это больше 0 больше 0 для числа флэнгового сумолочка 17 и ГХД когда МЦ 3 больше 0 давайте подставляем сюда 2 в третьих МЦ 4 в третьих МЦ сократится 3 на 2 cf 2 бета 0 логарифт от показателя в квадрате посильнее надавливается напомнил это как не живу cf да ага ну в принципе вот сократите давайте сократите так отлично мы все интегрируем от некоего миноль до мин то есть у нас есть масса на некоем масштабе миноль смотрим дальше да так ну можно дифференциалы напиши сейчас здесь можно написать выделить на λ ксд да д логарифм да д логарифм сразу можно да 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 интеградно так тут получается логарифм логарифм это логарифм написали да тогда у вас есть некое начальное условие от m до миноль ну да тогда в левую часть его что будет логарифм минус логарифм от миноль так и напишите его либо логарифм я вот сюда его напишу да вот сюда его напишите м от миноль ага а здесь он прибрал миноль на мюл да миноль на мюл да и и и и и и и не миньк миноль а люк лям да 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 и 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 То есть это разность двух логарифмов от логарифмов, да? То есть это логарифм от машинного логарифма, правильно? Да, логарифм от логарифм от мюкро или от мюкро. Ага. Ага. Презаписуем, что внутрь дар мировое масло в нашей страны будет в мюлоках. Пожирнее и попить по кругу Некий начальный масштаб, да? Пусть масса на каком-то начальном масштабе На экспоненту в степени минус 30f будет β0 Какая экспонент будет? То есть я буду со всем экспонентом взять то, что получится А, а все правильно, только да На отношении логарифма Знак минус в этом отношении запихать? Логарифм 0 тогда будет? Логарифм 0 И это будет cf на бутон 3cf на бутон Ага 3cf на бутон Ага Теперь это отношение логарифмов Это есть отношение чего? Это отношение констант на разных масштабах Да, напишите это Погноз по кругу не напишите мне А что мы видим для Сергея Кучащего? Если мы изменили, скажем, массу на некотором масштабе Миной Да Скажем, один век И начали увеличивать характерные энергии Которые входят наши массивные варки Увеличиваем, скажем, доставки Тогда что происходит с эффективной массой Парка При увеличении энергии Если Мю Скажем Вомного раз больше, чем Мю Ну что происходит? Ну уменьшаются Потому что у нас же на больших Два бутона Откуда двойка? А потому что здесь А, а, все А, все правильно Здесь же не квадратный дэйф То есть просто 3cf на бутоны Правильно? Да А что происходит с эффективной массой При увеличении энергии? Когда бьем Делаем много больше, чем в Минале Так уменьшаются Потому что Константы же у нас уменьшаются На больших энергиях Угу То есть происходит За счет того, что Смотрите За счет того, что У нас положительное Где Минал больше нуля И этот показатель Положительный У нас происходит Уменьшение этой массы То есть при очень больших энергиях Очень больших энергиях Ну Парки можно считать эффективно Безмассовыми Помните я вам об этом говорил? Ну да Я еще раз спрашивал Как раз про это Угу Ну вот мы Ответили на этот вопрос То есть по крайней мере Теорию обращения Мы Это можем видеть Вот таким вот образом Да? Хорошо Спасибо тебе Ну Давайте Некое Замечание Сделаю Какие? А можно еще Вопросы? Да Она же Наоборот растет Наоборот растет А она может вырасти До тех значений Что теория Тоже станет Не пертурбативные Да? Да Вполне В смысле Что тоже Ситенции Не будет Ну вот Вы пример привели Как раз Это константно А А Я Так Я Ответил Да? Я хотел Маленькое Замечание сделать Простите Не то Что мы с вами Делаем То есть мы с вами Считаем Аномальные размерности Операторов Для чего это нужно? Вот У нас есть какой-то Оператор У него Много консов Для чего это нужно? Кроме того Что в вашем задании Есть Судебная Чистая Задача Это считается Нормальным размером Оператор В том числе А У вас есть Какой-то Оператор Оператор У него были Фермионные концы Грионные концы Если он Калибровочно Невариатный То есть Духовые В принципе Концы Могут Обычно Когда Разматривают Такую-то Энергоровку Чаще всего Имеют дело С калибровочными Вариатными Величиной Величиной Величины Было осмысленно Когда вы считаете Масочный элемент Не зависит от калибровки Да? Что он как-то связан Физическим Наблюдаемым Величиной И вот у нас есть Некий оператор Некий оператор Локальный оператор Который мы Как сегодня уже говорили Скроем функции Грина Вот насчитаем Аномальные размерности Этого оператора Для чего Этого Вот Во-первых Сегодня мы увидели Что Фактически Плета-функция И Скорость изменения Эффективной Массы Гранжиальной Они связаны С нормальной Гранжиальной То есть Это нужно Для изучения Такого Временного Групового Изменения Констант связи Это первое Кроме того Ваш оператор Вот этот оператор Это может быть Оператором Эффективной Лакранжиан Некой эффективной Теории В следующем году Вы будете Электрослабу Теорию Смотреть Там Эффективный Лакранжиан Ферни Возник И Вычисления Аномальных Размерностей Они Помогают Вычислять Поправки К Скажем ГХД Поправки Если мы В КХД Считаем Аномальную Размерность КХД Поправки К этим Эффективным Оператором Т.е. от Вклада КХД Взаимодействий Для Электрослабого Оператора Какого-то Вы можете Вычислить Все Поправки Они будут Иметь Вот такой вид Как я сейчас Напишу Если ваша Аномальная Аномерность Если я Важно Добавлю Афверность В однопетлевом Притвижении Эт.е. Некое А На Ж Перенормированной Экспортате На Четыре Экспортате Экспортате То Ваш Перенормированный Оператор ведет себя следующим образом в случае, если нет смешивания смешивания мы в следующих задачках говорим не обращая это есть начальное значение вот на подобии начальная масса в точке 0 ну это нам альфа восьминут в степени минус а назвавая восьминут восьминут правильно? вот в нашем случае у нас чему аномальная документность была? это была минус так сказать еще там восьминут то есть было шесть на четыре квадрате cf gm в квадрате правильно? наша аномальная документность вот я ее переписал вот в таком виде да? то есть наш коэффициент а 0 а 0 а 0 а 0 точнее это было шесть 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 на цель правильно? шесть на цель вот здесь мы получили, смотрите как в соответствии с тем, что там написано я должен на два бета 0 определить да? но здесь знак плюс стоит знак плюс стоит согласно? а там знак минус стоит да? то я не ошибся это все правильно да? здесь у нас стоит знак минус почему? потому что у вас ваша константа перенормированная константа надо будет это соотношение написать тоже еще m от mu фактически фактически это есть z o 1 минус 1 z 2 и на второе дональное наливное да? потому что m связано с производной логарифмом от z к o в минус 1 да? а а помальная размерность это есть что такое? то есть d под логарифмом d под логарифмом вообще просто логарифмом да? не z по минус 1 а z по поэтому здесь знак другой будет да? здесь знак плюс возникал здесь знак минус 1 это следующее это надо как выражение понимать? с точки зрения маточных элементов да? если у вас есть какой-то маточный элемент да? то маточный элемент на одном масштабе связан с маточным элементом на другом масштабе как это можно еще немного по другому понимать? вот у вас смотрите вот этот фактор вы получили откуда? личное решая это уравнение вот это уравнение по теории возмещения подставляя вот сюда подставляю вот это выражение мы получили этот фактор т.е мы фактически решали такое уравнениеwillой группы то что мы называем да? простейнейшую 还有 уравнения уравнения лигроновой группы чтобы получить вот этот фактор но с точки зрения Что сделали, когда решали это уравнение? Мы просуммировали в главном нагоритмическом приближении В одной петле я аномального размера считаю У меня есть различные поправки, много разных поправок петлевых Мы просуммировали в главном нагоритмическом приближении У меня есть поправки, которые мне связывают один масштаб миноль с другим масштабом μ Например, если вы возьмете в качестве оператора O эффективным отражаться μ То можно под масштабом μ подразумевать масштаб, когда у вас перестает работать эффективная теория Она перестает работать на масштабе, т.е. в вашем масштабе преимуществует плохим, когда μ порядка массы W-базона Потому что в самом нагоритмическом возникает при стягивании пропагатора W-базона в точку То есть μ можно считать массой W-базона Миноль неким вашим масштабом, на котором вы считаете матричные элементы, скажем, по колонам или по генезонам Это вашего оператора, вашего эффективного вознаграждения Поэтому фактически у вас вот это выражение, это будет вклад от всех однопетливых поправок К вашему эффективному Маганджану, если О это эффективный Маганджан И вы эти поправки все суммируете в главном нагоритмическом приближении То есть весь ряд вы такой суммируете По всем рядом, которые у вас есть, вы суммируете И они суммируют по рядовой группе, она их суммирует с такой фактор Если смешивания нет, у нас такой фактор нет Это такое маленькое замечание, чтобы вы еще раз посмотрели книжки Вам как раз я, в качестве домашнего задания, попрошу вас прочитать второй аппаратов 18 грамм, прочитайте 18 грамм Там что сделать, там взяв оператор, в качестве оператора, взяв эффективный Маганджану Fermi И для него рассмотрена перенормировка этого оператора То есть рассмотрен вклад всех хт-поправок Вот такого типа Когда вы суммируете по всем виртуальностям ваших глионов От масштаба ми-0 до масштаба порядка массы бодолевой бозона Потому что когда у вас виртуальности больше, чем массы бодолевой бозона У вас эффективный Маганджан уже не применит У вас на базе бодолевой бозона там выступает естественный регуляризатор Я прошу вас прочитать, потому что вам это в следующие годы понадобится еще А сейчас мы на заключении Минут десять нам еще осталось Рассмотрим третью простую задачку И назовем ее так Пример Смешивания операторов Смешивания операторов При перенормировке Рассмотрим очень простой пример Даже не в КХД, а в обычной скалярной предмассовой теории Как операторы могут друг с другом смешиваться Чтобы нам в следующем семестре В следующем семинаре Уже перейти к операторам ТВИСТА-2 Потому что там явление смешивания Возникает во всей красе И нам там как раз матрица смешивания нужна будет Матрица аномальных равненностей И там будут наши главные цели Поэтому давайте сейчас рассмотрим совсем простой пример Который состоит в следующем У меня есть Обычная скалярная теория Типа λφ4 То есть вещественная Вещественная скалярная пуля безмассовая И взаимодействие Вот такого типа В этой теории есть безмассовый пропагатор В неком квадрате И есть 4-х скалярная бульсовая Минус 3 То есть правила Феймана И вот такие простые Давайте попробуем в этой теории Так же как мы до этого смотрели в ИХД Попробуем посчитать Аномальные разверности Для двух следующих операторов Оператор О1 Который есть просто DmFx 2 DmFx Фактически такой вот оператор И оператор О2 Оператор О2 Он тоже локальный И оператор О2 И оператор О2 И оператор О2 Он тоже локальный Вот два таких оператора Давайте для этих двух операторов Так же как мы делаем первой задачкой Построим Функцию Гриня Чтобы их изучать Обычно Чтобы их однозначно определять Ставим нормальные Порядочные Как мы здесь тоже убрали Нормальные Порядочные Давайте построим Построим Функции Гриня Чтобы с DmF4 Не заборачиваться Как раньше Мы можем себе Немножко облегчить жизнь Взерв в функции Гриня Этот оператор в точке 0 Посмотрите, я могу построить две такие функции Гриня К1 К1 К2 Это и следующее Интеграл Фурьер Е в степени Минус К1 К2 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 Вот такое выражение. Посмотрим. То есть что это такое? Это у меня есть мой оператор, который я взял с точки X равной 0. И вот у него есть две ноги, правильно? Поскольку здесь два поля. Вот я написал еще два оператора. Фед Х1 и Фед Х2. Фед Х1 и Фед Х2. Фед Х1 и Фед Х2 делаем преобразование в фриде. Значит у меня К1 втекает, К2 с плюсом здесь вытекает. К2. Здесь снизили оператор в нуле, но если я сделал преобразование в фриде, то в силу законного сохранения сюда втекает, оператор втекает и втекает и втекает К2 с К1. Чтобы здесь втекло К1, а вытекло К2. Правильно? Должно в эту дешину втекать К2 с К1. То есть графически я вот эту функцию Грина могу вот таким образом изображать. Здесь мы оператору О1. Вот давайте посмотрим, чему равны борманские функции Грина для первого и второго оператора. Сколько у вас сегодня не могут, то это опять софигилие. Значит, гамма, один борманский вакуум. То есть в Борненском приближении мы считаем вакуума, этот Нгиземберговского взаимодействующих теорий, и все поля Нгиземберговского в определении функции Грина А полями представления взаимодействия, да? Значит, у вас есть здесь... Сколько в паре у нас отличных? Там сейчас одну. Нарисую тебе. Значит, вот это вот. Два же нового, как в прошлый раз. В прошлый раз одно было. А, ну да. Ну, допустим, вот это, например, с чем может. Вот с этим, например. И лучше не руку, если. Вот одно спаренное, и второе, да, еще есть. Ну, да. Второе, да, вот это, например. Вот с этим. Ага. И вот это вот с этим. А друг с другом они не могут спариться, да? Потому что если это спарится, то здесь у нас есть нормальное произведение и среднее по вакууму нажмите, да? Отлично. От каждого этого спаривания что будет идти? Скажем, отверстие. Вот у вас возникло такое спаривание, не просто фи от х1 на фи от нуля, это что такое будет? Ну, будет, во-первых, пропагатор. Пропагатор, да? Пропагатор от импульса К1, да? А теперь вы от него берете производную, значит, в х-пространстве. Производная у вас переходит во что? Ну, у нас, если там экспонентка, то у нас импульс пойдет, я не ошибаюсь. Ну, правильно, со всеми знаками. А, должно быть минус ИК1. То есть минус ИК1, да, возникает? Ну, напишите минус ИК1. Значит, минус ИК1. Так, они на них сразу уже ели. Я не понимаю, на пропагаторах. А на пропагаторах мы поделили, да? К1 минус, да? Это от первого спаривания. А от второго спаривания что у нас возникло? От второго спаривания у нас получится пропагатор в точке ИК2. Вот. И плюс ИК2. Плюс ИК2 и еще один минус за счет чего? А, потому что они в другом порядке стоят. Они в другом порядке стоят, да. Значит, у нас получается плюс минус ИК2, да? Скалярное произведение. Это от второго спаривания, да? От второго спаривания что было? От второго спаривания. Сейчас у нас получается, значит, здесь ИК1, вот с этой штукой и так. Ну, здесь у него, конечно, сверху получился. Ну да, сверху получился. Да. А второго спаривания у нас, вот, значит, у нас вот эта штука с этой штукой, это снова пропагатор. Вообще отличие есть в каком-то первом? Нет в каком-то втором. Нет в каком-то втором. Ну и нет. Значит, получается две третки. Две третки. Ага. Ну, перемножаем, да? Минус. Сиграем. Ага. Получается, значит, минус вылетит. Минус 2 будет. К1 на К2. Минус 2, К1 на К2. Ага. Отлично. Теперь давайте считать выложения для остаток гормонской функции. То есть, мы запомнили, да, что гормонская структура первого оператора у нас вот такая. То есть, он берет этот квадратник по индексу, вот такой квадрат, да? Теперь второй оператор действия сюда вставляем. Второй оператор у нас как устроен? Здесь вот ничего нету, а здесь ты Д квадратный, да? Ну, ну, значит, вот от этой штукки будет просто единичка, то, что мы секретим в пропаганде. Угу. Вот. Дальше смотрим здесь 3 квадратных, значит, у нас минус К2 вылезет. Минус К2. И за счет того, что другой порядок плюс К2 будет. Чё-чё-чё-чё-чё-чё? Ну, смотрим, значит, вот это спайм. У вас два раза возникло минус И на К1, точнее... К2. Минус И на К2 и еще раз. Еще раз минус К2, я это не говорю. А откуда другой порядок? У вас порядок влияет на плюс К1 или минус И на К2 в квадратах? Нет-нет-нет, я имею ввиду смысла, что у нас один раз возникло К2, а второй раз возникло И на К2. Получили минус К2. Да. И здесь, соответственно, идет 0 и 2. Значит, мы еще минусы тоже... Да минус, у вас минус возникает от того, что вы производную берете. То есть, производную вы ставите ИК2 или минус ИК2. Ага. То есть, порядок здесь влияет только на то, что у вас в производную идет. ИК2 или минус ИК2. Вы его все равно же два раза считаете. Одно один и тот же. Да. Минус К2. Поэтому будет минус К2 в квадрате. Вот. Минус К2 в квадрате от верхнего спаренного такого, а от нижнего... А от нижнего... То есть, у нас получается, значит, здесь просто, естественно, 0 и ПК. Угу. Вот. А вот это у нас получается, что у нас получается минус К1 в квадрате. Минус К1 в квадрате. То есть, два раза должны перспективность по квадрате ввести. Значит, плюс минус К1 в квадрате. Ага. Значит, вот такая Бурновская структура во НИ2. Ну, второй окрас. Да? Отлично. Теперь давайте начнем вычислять перенормировку первого оператора. Да? Перенормированного. То есть, пишем выражение для перенормированной функции глина первого оператора. Да? Диограмма. Какая у нас диограмма? То есть, во-первых, Бурновская диограмма. Ну, еще раз. Бурновская диограмма. Вот. Бурновская диограмма – это просто Бурновская плача. Да? Мы его схематично вот так укреслить. Понял? И мы знаем, что вот Бурновское выражение. Знаете, что это первый взгляд? И мы знаем, что этот Бурновский вклад, он вот так вот вычисляется, да? Дальше возникают поправки, да? Какие у нас поправки есть? Ну, вот такая, которая вы догнаете, что это? Сделать там нет никаких у нас эскалярных частиц. Так. Можно направление писать. Правильно. А это реально? Так. Так. Какая? Ну, диограмму сначала нарисуйте, потом подпишите. Ага. Ага. Ну, давай с вершинок взаимодействовать только такая вот, то есть, с четырьмя. Ну, значит, надо как-то осознать. Сейчас это не будет. Не будет. Хотя, может, на самом деле, не так будет? Может быть, как-нибудь. Не знаю, как начало. В смысле, как? Ну, нарисуйте, потом посмотрите. Конечно. Ну, вот какая-то правка будет. Сократненько, потому что жирнее вверх. Вот не нарисуйте, и импус расстанется. Ну, вот какая-то правка. Значит, здесь у нас стекает. К1 со стрелочкой. К1 со стрелочкой. Угу. С 5-2. Здесь какой-то петлевый импус тоже нарисуйте. Вот здесь подписка. У нас тут есть с четкарк, да? К2 со стрелочкой, которые есть разность. Да. К2-3 individual км. А здесь будет счет склончик. Сейчас я сам тут вот так вот 우ечный графиль будет. Репускай. Здесь будет скенд. А здесь, когда у нас получается? К2-3 в стороне. Да, здесь, когда у нас получается. Вот здесь получается каменус. Каменус. К2-3. 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 Вот так вот, да. Ну, можно было. То ли еще одну. Где k, где есть k2 минус k1, да? Вот опять неправки, еще какие? В внешнем мнении есть какие неправки? В внешнем мнении, наверное, сейчас. А вы раньше помните, вы внешнее мнение считали, когда оператор? Ну, давайте посмотрим, как я оператор. Значит, допустим, оператор. Здесь у нас первый оператор. У1, У1, У1. Ну, допустим, вот одну мы нарисуем без поправок. Здесь старт, например. Вот, а вот когда-то посмотрим, как можно ли нарисовать поправку. Ну, я не знаю, конечно, это тоже может быть не очень. Чем-то такого. Или они не пройдут. Ну, нет. Что такое? Ну, вот напитливай поправку. Да, да, да. Да, вот сложно. Почему все? А, то есть все быстрее. Ваши четырехгромные вершины выглядят как четырехгромные вершины, правильно? Какая, по-моему, была вершина похожа на четырехгромные? Ну, в смысле, вы видите вот так? Ну, вот так только внешний концы. А, все-все-все, понятно. Вот так. Вот так. Ага. Такая диабрама есть. Ну, нормально так еще не нарисуйте. Ага. И аналогичная, когда мы другую линию представляем, да? Тоже с четырехточковой вершины, да? И плюс мы должны Руками добавлять контр-члены. Значит, здесь возникает некая особенность. Какая она все равно? Давайте попробуем написать вклад в эту диаграмму. Прежде чем дописывать контр-члены, давайте напишем вклад в эту диаграмму. Пишите его здесь. Еще раз перенесите диаграмму и вклад в эту диаграмму. Пишите его здесь. Ага. Это что такое? Это интеграл к нему, да? Эй, интеграл. Д-вверх, наверное, и тысяч тоже. Ага. В среде. Ага. Вот. Ресосточек схот gratis. Вот эта верхняя носова, по себе, на что будет? Не, единичка. Это плотницкая вершинка. А вот так в иди. Ага. Ресосточек, что-то только 1-ка, 2-ка. Значит, у нас получается K2, это выгод, у нас получается минус двойка. Минус два. Значит, K1 это рельеф? Да. Значит, у нас получается 2 минус двойник. А K2? Значит, K2 у нас минус 3, все-таки, K1, это да, но правильно должен быть. То есть, здесь плюс двойка будет, а здесь K-7. Угу. Да, вот так выгодим. Это у нас вершина, да? Значит, два пропагатора есть. Значит, получается у нас I на L квадрат. На L квадрат. Угу. И K на L камеру с L квадрат. Угу. Дальше, соответственно, вот это вершина. А вершина у нас там минус двойник. Минус двойник. Минус двойник. Минус двойник. Вот. И вот так вот на ингралке. Это получается минус плюс и получается. Вот. Здесь получается плюс и, все-таки, плюс и, все-таки. Двойку сразу вынесите, двойку вынесите. Вот у вас стоит l квадратик минус lk, правильно? Или lk, это 0. Да, 0. lk минус l квадратик. Как мы можем это написать? Давайте перепишем это следующим образом. Так, lk это что такое? Это есть поделенная норма, выражение для... А в рейтинге начали сумму просчитать. Значит будет так, минус так, и что еще? Надо обменять. Обменять квадратик, правильно? Здесь сейчас облакан, наверное, минус, правильно? Да. Минус. Это lk написано. Минус это квадратик, да? Минус это квадратик? Паргийскийagement аккаунт. Минус это квадратик н, delle коленще Sovietbreak. У нас меня уже было увидели, что здесь квадратик является subscription в квадратик. Эль-мус-к квадратисто помог Всё по-полному? О, отлично! А здесь же можно раскроить скобки и получить это? Да Эль-мус-к на Эль-помоим-мус-к Ну вот, это нам и наоборот делают А! Мы это делали не просто так Потому что вот это у нас стоит под интегралом Если Эль-квадрат сократится Если Эль-квадрат не сократился То останется интеграл вида единицы на камень в Эль-квадрате Чему он равен? Нулю Нулю, это безмасштабный интеграл Правильно? А Эль-мус-к в квадрате, когда он сократится Тоже останется Единица на Эль-квадрате Тоже безмасштабный интеграл Тоже ноту Правильно? Т.е. останется уклад только из этого К пополам Ну вот, что тебе нужно? Здесь сейчас получается К квадрат Значит, на дуночку будет Ага К квадрат тоже можно убить Не влезет, если это нравится Да не влезет, если это нравится Так Здесь получаем единица Ага Поделить на Эль-квадрат Ага К минус Эль-квадрат Ага К минус Эль-квадрат Ага К Ага Это что у нас? К квадрат Ага И лямбра И лямбра А квадрат Ага Ага Только если я только расходящуюся часть смотрю Расходящуюся часть То остальное будет Ну, здесь будет, во-первых, единица на 4P Ага Ну да Ну вот Более И будет еще, да И допустим 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 Чего? Значит Дерекуя Дан А Два Дмс 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 Вот Отлично Значит Что у нас получилось? Все Закончим Вот смотрите У нас получилось, что у нас возникла некая константа Z Да? Нет Z О Некая константа А Да? На К в квадрате А К Напоминаем Это есть К Это К 1 К К К К 2 2 2 К 2 К К 2 К 2 К 1 Понравильно? Переписал в токовом битве Константа А, это есть, сознательная константа А Константа А, когда это есть, я звать, минус, вытащил Это минус я вытащил, значит это будет λ на 4π в квадрате Что я вижу? Я вижу, что у меня возникла борновская структура первого оператора На луке расходящихся коэффициентов, значит расходимость у меня сидит, правильно? И возникла борновская структура второго оператора То есть у меня при перенормировке не воспроизвелась борновская структура исходного оператора А возникло два дополнительных слагаевых И если два слагаевых я должен бить своими контрчленами То есть я должен сюда выходить написать контрчлен с дельта 1.1 на борновский первый оператор Вот этот контрчлен у меня устранит расходимость, возникающую от этого выражения И плюс с дельта 1.2 на борновскую структуру второго оператора Вот два, да? А вот этот контрчлен, записанный руками, у меня устранит расходимость Только я их не наоборот обозначил, там у нас первая Только одинка, два Вот это с тобой Первый Короче, у меня вот эти контрчлены не один он был, как раньше, а два их нужно взводить Потому что, друзья, произвелись две борновские структуры Первого и второго оператора, борнов Понятно? Хорошо То есть, а что с вот этими диаграммами? Скажем и закончим нормально Вот здесь у вас возникает петревой Вершина содержит просто минус и лям, а здесь просто петля с минусом, да? То есть, возникает просто интеграмм минус и лям, да? Вершины Тепер ВП делить вопрос в 1.2, правильно? Где здесь течет петля Пи пропаганда еще, да? Это здесь 100 То есть, 0 То есть, 0 Разглавная реализация здесь 0 Да? То есть, в лямбдопорядке При лямбдопорядке В внешнем минимуме здесь просто нет Ну, такая теория ничего же То есть, сокращать вот эти вот Вот эти диаграммы Необходимости В лямбдопорядке нет, да? В принципе, здесь есть еще Контрчленные вклады, да? Один такой вклад Другой такой вклад Да? Два таких вклада здесь есть, но Эти контрчленные, которые связаны Как называть дельта фе Обозначены, да? Эти контрчленные, они возникают только в порядке лямбдопорядка То есть, в том порядке, в котором мы не считаем Да? У нас на петлевую Петля То есть, в этом исходимости возникает в внешнем мнении только в порядке лямбдопорядка Таким образом Что мы с вами получили? Говорите внимательно Мы получили Сейчас напишем там И сюда Мы получили, что функция глина Функция глина Первого оператора Да? Функция глина Функция глина Первого оператора Выражается через Голую функцию глина Это вот это выражение Это вот это выражение И вот эти, да? И контрчлен Функция глина Функция глина Плюс Плюс Что здесь будет? Дельта 1 1 Дельта 1 1 Ну и минус Вот два раза Вот эти контрчлены Они в нашем порядке милевые Давайте для порядка их подпишем Минус Дельта 1 И Возникла структура Функция глина Возникла структура второго оператора Которую я устраняю контрчленом Дельта 1 2 Дельта 1 2 Дельта 2 Аналогично при перевозке второго оператора У меня уединит Структура пропорционально Первому оператору и второму оператору Причем для второго С 1 будет А для первого просто будет Дельта 2 1 Я должен ввести еще один контрчлен Дельта 2 1 Который будет устранять Сотраствующую расходимость И Вот эти числа Которые здесь стоят Это что за числа? Вот у меня На этом месте Стоит Матрица Z Я как пишу Булы Равно константа перенормировки Перенормирован Правильно? Поэтому здесь стоит Zφ В минус первой степени Перенормировка Внешней вершины Она у нас просто единица Я ее для простоты пишу Да? Нашу Матрицу перенормировки Операторов О1-2 Zf В минус первой степени Теперь мы готовим Матрица у нас Да? Это стало матрицами А нормальная Промерность Соответственно будет Тоже матрица Это будет Логарифм По определению Логарифм Куда-то из-за Т.е. таким образом Найдя Δ1 Д1 Д2 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 Мы Найдем Матрицу Ановальных Прогревностей Мы их с вами нашли Д2 1-1 Д2 Мы с вами Весь нашли Когда Расходящую часть Написали Нам правда Нужно еще условия Эту нормировку Написать Чтобы контрчлены Определись Но Вот пример Когда У нас при вычислении Радиационных поправок Не постарегуется Бордонская структура Исперного операциента Появляется структурой других операторов, исходного и какого-то еще, с которым он смешивается. И вот этот фронт мы записываем с помощью матрицы. То есть это равенство, которое здесь нарисовано. Оно соответствует первой строке этой материчной записи. Понятно? То есть мы на таком простом примере мы рассмотрели смешивание, а на следующем семинаре мы посмотрим смешивание для операторов 302. То есть более сложное понятие. На сегодня все.